В эфире программа «Городские встречи» Добрый день. Рязанская филармония – неугомонная организация. Помимо классических концертов академической музыки, где мы рады видеть меломанов, поклонников академической музыки, мы создаем вот такие проекты, которые рассчитаны на буквально все возрастные категории, на все социальные слои населения города Рязани, привлекая тем самым в наше учреждение, говоря тем самым, что Рязанская филармония – это не страшно, это не строго, что мы любим пошутить, мы любим творить в хорошем смысле этого слова. И вот в этих целях была создана вот такая акция «Ночь филармонии», которая в этом году пройдет уже в четвертый раз. Четвертая ночь филармонии. Это будет тематический вечер, правильно? Чему будет посвящена эта ночь филармония? Да, по опыту создания этих проектов мы посвящаем каждую ночь какой-то определенной теме. И вследствие того, что в России идет год экологии, мы решили соединить эти два понятия – экология и музыка, потому что Рязанская филармония утверждает, что экология и музыка – это тоже экология, экология души. Музыка и экология. Совместно ли это? И как это мы увидим в «Ночь филармонии»? Да, мы все лето работали над этим проектом, и то, что у нас на данный момент складывается, нам очень нравится, очень органично все складывается. По традиции это будут циклы малых концертов всех коллективов филармонии, и интерактивные площадки, как раз вот они будут тематические, они будут посвящены экологии, природе, в которых наши гости могут поучаствовать. То есть, повторюсь, что «Ночь филармонии» – это не академический строгий концерт, где мы приходим, где мы слушаем концерт от начала до его конца. Наш посетитель может ходить по всем площадкам Рязанской филармонии, их в этом году будет пять. На каждой площадке будет идти либо концерт, либо показываться документальный фильм экологической направленности. Кроме того, одновременно с сослушиванием музыки наш посетитель может принять участие в интерактивных площадках и проверить себя на знания экологии, природы Рязанской области и все, что сопровождает эту тему. А что касается артистов, кто будет выступать, кого зрители увидят и услышат? Зрители увидят и услышат все коллективы Рязанской филармонии. Наши самые два большие главные коллектива – Рязанский губернаторский симфонический оркестр. По традиции он завершит эту ночь. Несомненно, Государственный академический Рязанский русский народный хор. Он откроет площадку в зале камерной музыки, концертные программы, программы «Природные напевы». А остальные артисты? Остальные артисты, несомненно, квартет русских инструментов «Профраз», заслуженная артистка России Лариса Голикова. Наши новые коллективы – эстрадный ансамбль «Бендер Бенд», инструментальный дуэт «Капричио». Кроме того, мы приготовили сюрпризы для наших слушателей. И в программе этой ночи будет представлен новый творческий коллектив, который будет действовать в рамках Рязанской филармонии. Если возвращаться к интерактивным площадкам, одна из будет направлена и работать к 125-летию рождения Константина Паустовского. Правильно? Расскажите подробнее. Да, не совсем площадка. Мы эту тему освещаем в нашей программе. Это будут концертные программы. Это будет концертная программа лектор-музыковеда Елены Пронюшкиной, которая посвящена творчеству великого русского писателя. Это будет музыкальный лекторий. А также в рамках эко-кинозала будет показан документальный фильм «Константин Паустовский. Наедине с осенью». Когда будет состоиться ночь филармонии? И давайте пригласим зрителей. Да, мы ждем рязанского зрителя 29 сентября. С 7 часов вечера мы открываем наши концертные площадки и до 22, где-то так вот 40. Причем публика может приходить не обязательно к началу. В течение всего этого периода времени вы можете приходить, посещать наши концерты, посещать наши интерактивные площадки. А что касается билетов? Где можно приобрести сейчас? Билеты продаются в кассе филармонии, в кассах, которые расположены в торговых центрах нашего города. Также электронная продажа билетов. Все, что для удобства зрителей мы все предусмотрели. И что касается дресс-кода, я знаю, что нужно надевать какие-то определенные цветовые гаммы. Да, такая увлекательная особенность нашего мероприятия, которая нам самим, как организаторам, очень нравится. Мы приглашаем каждый год публику прийти в определенном тематическом наряде. В этом году мы даже избрали такой современный термин хэштега. У нас хэштег «Приходи в синим, приходи в зеленом. Эко-костюм». Всегда очень приятно наблюдать, когда публика приходит, и мы видим, что специально готовились, наряжались. Очень часто детей наряжают. Поэтому нам будет очень приятно видеть публику в экологических тонах одежды. Мария, какова концепция этого праздника? Что вообще зритель увидит, кроме концерта? Концепция, мы повторяемся, концепция, тот, кто был уже на наших этих акциях, она знакома уже зрителям, но я расскажу поподробнее. То есть это пять концертных тематических площадок. Зал камерной музыки, фойе зала камерной музыки, правое, левое, верхнее фойе концертного зала и сам концертный зал. На этих площадках происходит основное концертное действие. А также на этих площадках у нас расположены интерактивные точки, где публика может поучаствовать в викторинах, выиграть в лото. Все эти интерактивные точки, несомненно, у нас построены на экологическую тематику. И чтобы у публики был еще азартный интерес, мы предлагаем им, поучаствовав в этих интерактивных площадках, отгадав кроссворд, отгадав викторину, отгадав быстрее всех, собрав лото на своих карточках, они получат эко-лист. Очень необычный лист, с одной стороны, но это действительно лист бумаги, где, с одной стороны, мы предлагаем прочитать, что такое лист в природе, а с другой стороны, что такое ференс, лист в музыке. Поэтому эко-лист, экологический музыкальный лист. И вот те зрители, которые соберут наибольшее количество этих листов, будет производиться подсчет, у нас получат дипломы лауреатов и дипломы гран-при «Ночь в филармонии. Экологическая симфония». И будут специальные призы от филармонии, а также от партнеров этого мероприятия. Да, вот кто организатор такого мероприятия, кто помогает его организовывать и проводить? Организатор – это администрация Рязанской областной филармонии и коллективы Рязанской областной филармонии. И в этом году у нас очень много партнеров. Это такие партнеры, как экологический Рязанский альянс. Кстати, у этого партнера будет интересная площадка, которая будет предварять «Ночь в филармонии». Это площадь перед центральным входом. С шести часов общественная организация «Эра» готовит там интересную интерактивную площадку. Поэтому милости просим, кто хочет прийти пораньше. У нас будет, что предложить этому зрителю. Также оговорюсь, но не скажу, что этот партнер нам предоставляет. Это туристическая фирма «Горячие туры». Наш партнер. Рязанская областная научная библиотека. Наш ежегодный партнер. Наш партнер в этом году делает книжную выставку «Эко-чтиво». Наш партнер – Рязанский музыкальный колледж. Мы приглашаем фольклорный ансамбль студенческий, чтобы поучаствовал в программе. Наш партнер – это Рязанский фотоклуб «Уистока» и Рязанский фотоклуб «Стиль». Фотохудожники этих организаций предоставляют фото-выставку для оформления фойе филармонии. Также наш партнер – это Центр экологических проектов, который тоже готовит свою авторскую интерактивную площадку. У вас в программе мероприятия заявлена авторская экскурсия по филармонии. Что это такое? В этом году в программе «Ночь филармонии» у нас эксклюзивное предложение от директора филармонии Галины Николаевны Соколовой. Это авторская экскурсия «Природа звуков». Галина Николаевна расскажет о истории возникновения музыкальных инструментов, о истории их создания. Кроме того, у Галины Николаевны будет соавтор-партнер – это артист Рязанского губернаторского симфонического оркестра, скрипач, также мастер по музыкальным инструментам Антон Чебан. И поэтому наш зритель может из первых уст услышать, как создаются инструменты, из каких пород дерева. То есть это будет очень интересная информация. Я лично уже очень заинтересована и точно приду в «Ночь филармонии». Давайте еще раз пригласим зрителя. Когда и во сколько? 29 сентября, пятница, 19 часов вечера. Начиная с 19 часов работают все площадки. Публика может приходить и позже. Это не классический концерт, на который мы не пускаем после начала концерта. То есть публика может приходить и позже, ходить по нашим площадкам. И кульминация – это финальный концерт Рязанского губернаторского симфонического оркестра, где и будут определены самые активные участники «Ночи филармонии» – «Экологическая симфония». Осталось приготовить сине-зеленое платье. Спасибо вам за беседу. Удачи вам в вашем проекте, хорошей вам работы. Телезрители напомнят, что в гостях у нас сегодня была заместитель директора Рязанской филармонии Мария Зарко. До новых встреч в эфире. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова